По итогам предсезонного турнира хоккейный клуб «Саров» занял почетное второе место, проиграв единственный финальный матч. Михаилу Исаяну турнир Кубоклады в Тольятти запомнится не только вторым местом и с серебряными медалями на груди. Молодому спортсмену Хоккасаров удалось заработать звание «Лучший нападающий». Такой успех хоккеист описывает просто и одеял на себя не перетягивает. Потому что с партнерами удалось хорошо сыграть, чувствовали друг друга. Ребята сейчас молодые в команде, в принципе, но любят играть в пас, хотят играть. И, скорее всего, было желание. И много, скажем так, забивали, отдавали. И поэтому все так и сложилось. Главный тренер команды Игоря Веркина о достижениях своих подопечных говорит со смесью гордости и легкого сожаления. Ему, как тренеру, конечно, хотелось завоевать первое место. Турнир был очень полезен с той точки зрения, что немножко и по тактике посмотрели, где минусы у нас. И с той же «Ладой» сыграли соперник, который в прошлом году играл в КХЛ. Хотели себя проверить, выиграли ребята, молодцы. Вернувшись с Тольяттинского предсезонного турнира, наша ледовая дружина не стала долго почивать на лаврах серебряных призеров. Тренерский штаб использует любую возможность наиграть опыт, проверить связки игроков и отточить тактики. Следуя этой логике, Игорь Аверкин согласился устроить тренировочную игру с нижегородской командой «Чайка». Ну, мы пошли им на встречу, и нам было полезно сыграть с молодой, задорной командой, которая бегает, толкается, где-то опыта не хватает, но они потрепали нас сегодня, так скажем. Команда «Чайка» играет в молодежной хоккейной лиге, с Саровским клубом и Нижегородским «Торпедо», и их связывают давние партнерские и дружеские отношения. Что не помешало саровчанам и нижегородцам биться на льду до последнего. Итоговый счет на табло 4-2 в пользу наших ребят. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.